В эфире сейчас в регионе в студии Олеся Кокина. Здравствуйте! Треть лета позади, сегодня последний день июня, а погода все еще никак не оторвет от календаря апрель. В Архангельской области слагают о неудавшемся лете стихи, обсуждают моду на вязаные купальники и ждут, что столбик термометра все-таки поползет вверх и резиновые сапоги можно будет сменить на макосины. О том, каким будет июль в регионе, мы спросили у специалистов Севгидромета. В июле у нас среднемесячная температура по Архангельской области ожидается на 1 градус выше нормы, норма для области 14-17 градусов и по осадкам около нормы и на востоке области несколько больше нормы. В Архангельской области, включая, соответственно, город Архангельск, ожидается сухая и теплая погода, за исключением лишь крайних южных районов, здесь невозможно, а пройдут дожди. Если верить сетевым погодным агрегаторам, завтра в Архангельске будет плюс 20. Ждем с нетерпением. С 1 июля вступают в силу изменения в ряде федеральных законов. Первое – увеличится размер минимальной оплаты труда. Теперь это 7800 рублей в месяц. Рост несущественный, всего на 300 рублей. А вот штрафы за нарушения при работе с персональными данными увеличатся ощутимо. Для физических лиц составят 5000 рублей, для должностных – 20 тысяч. Наказание для организаций будет оцениваться в 75 тысяч рублей. Кроме того, возбуждать дела об административных правонарушениях в сфере персональных данных будет теперь Роскомнадзор. До последнего времени этим занимались органы прокуратуры. А медицинские учреждения страны с первого дня июля начнут в тестовом режиме переходить на выдачу электронных больничных. Соответствующее нововведение предусмотрено федеральным законом от 1 мая 2017 года. В нашем регионе первыми опробуют систему электронных листков нетрудоспособности несколько медицинских организаций. В Архангельске – это первая городская поликлиника, офтальмологическая больница, северный медицинский центр имени Симашко, в Северодвинске – 58-я центральная медсанчасть, а также Новодвинская и Коряжемская больницы. По сути, они протестируют нововведение на себе, выявят сильные и слабые стороны. А с 2018 года, с учетом наработанного опыта, электронные больничные листы будут введены во всех медучреждениях региона. При этом в областном Минздраве отмечают, бумажная форма также останется. И жители Поморья смогут выбирать между старым и новым форматом больничного. Мы продвигаемся в части информатизации здравоохранения, это первое. Второе, безусловно, электронный больничный лист, он дает возможность как пациенту упростить пребывание, может быть, в поликлинике, информирование работодателя о том, что он болен. А во-вторых, это упрощает работу как системы здравоохранения, так и фонда обязательного медицинского страхования. В Архангельске выявили лучшую в регионе бригаду скорой медицинской помощи. В течение двух дней за это звание боролись представители 12 медучреждений Поморья и НАО. Как именно определяли победителей, кто стал лучшим, расскажет Михаил Меньшенин. Водитель легковой машины не справляется с управлением и влетает в фонарный столб, зацепив проезжающего мимо велосипедиста. От удара водителя машины выбрасывает на дорогу через лобовое стекло, а ехавшие с ним пассажиры, жена с дочерью, получают ушибы и ссадины. Сотрудники, прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи, разбираются в ситуации и приступают к работе. Велосипедисту уже ничем не помочь, а вот водителю машины врачи оказывают экстренную помощь и спасают ему жизнь. К счастью, в данный момент все это условия одного из заданий конкурса бригад скорой помощи. Уровень у всех, в общем-то, хороший, но, наверное, команды волнуются, что-то забывают. Но мы оцениваем очень объективно, потому что бригада скорой помощи, по сути, не имеет права на ошибку. Потому что ошибка – это ущерб здоровью пациенту, это может быть смертельный исход. Поэтому мы оцениваем строго все недостатки. В этом году в конкурсе принимают участие 12 команд из разных районов области и впервые бригада из Ненецкого автономного округа. Пока вне зачета. Во-первых, это великолепный способ получить что-то новое. Знания, какие-то навыки отработать. Ну и прежде всего это общение между коллегами. Это самое важное. Столицу Поморья представляют сотрудники Архангельской областной станции скорой медицинской помощи. Опытный фельдшер Ольга Сараева и молодой специалист Евгения Малыгина. На скорой помощи я работаю не так давно, но за время моей работы попадали в разные ситуации. И довольно часто добывают ДТП, какие-то тяжелые пострадавшие, которым всегда нужна помощь. Здесь условия практически такие же, как в жизни. Даже по погоде можно видеть, что все как обычно. Всего в конкурсной программе 4 задания. Одно теоретическое и три практических. Помимо ДТП еще, например, оказание помощи при бытовой травме и выполнении сердечно-легочной реанимации. Идея соревнований появилась 7 лет назад. Честно говоря, я сказал, что это третий областной конкурс, но по большому счету это седьмой конкурс. Вначале он проходил внутри нашего учреждения, среди наших команд Архангельской станции скорой медицинской помощи. И вот сейчас он транслируется на весь субъект. В итоге меньше ошибок и больше баллов. И, соответственно, первое место получила команда Котловской центральной городской больницы в составе фельдшеров Ивана Сучкова и Анжелы Кондратович. Они же стали лучшими при выполнении ситуационного задания. На этапе ДТП первой стала команда из Мирного, а с сердечно-легочной реанимацией лучше других справились медики в Вельской центральной реабилитационной больнице. Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. К другим темам. Сегодня в правительстве области подвели итоги ЕГЭ. Первый результат испытания перед получением аттестата зрелости проходили более 5000 одиннадцатиклассников. Основной этап ЕГЭ прошел без серьезных сбоев. За различные нарушения с пунктов проведения экзаменов по всей области было удалено всего 13 человек. Хорошо себя показали и технические нововведения. В этом году задания печатали и сканировали прямо в аудиториях. Они привозили в конвертах, как раньше. Это позволило существенно сократить время на обработку результатов. С самими заданиями выпускники стали справляться заметно лучше. Особое внимание экзаменам по русскому языку. Здесь количество стобальников по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое. С 37 до 71 человека. С точки зрения высоких баллов тоже результаты значительно улучшились практически по всем предметам. То есть там от 90 и до 100 баллов количество ребят значительно увеличилось. По математике базового уровня у нас более половины сдававших ребят сдали на пятерки. Это замечательный, отличный результат, я считаю, в целом по региону. В некоторых СМИ появилась информация о том, что новый отопительный сезон в Холмогорах может быть сорван. Причина решения агентства по тарифам и ценам – исключить из тарифа на теплоинвестиционную составляющую. Иными словами, инвестору, построившему котельную, нужно возвращать деньги, а их нет. И инвестор, соответственно, может поступить со своей котельной, как захочет. Мы отправились в Холмогоры, чтобы понять, есть ли повод для беспокойства. Позвонили завтра, переезжайте на Новый год. Пенсионерка Нина Рыжова, как сейчас, помнит тот день, когда из старой ветхой деревяшки переехала в социальную новостройку. Случилось это в декабре 2016 года, в разгар отопительного сезона. Благо проблем с отоплением, которые раньше мучили холмогорцев, уже давно нет. Потому новоселье прошло во всех смыслах в теплой атмосфере. Самый лучший, говорят, в холмогорах дом. Вот, я довольна. Довольные жители холмогор. Проблемы с отоплением районного центра, которые возникали из-за изношенности оборудования на старых угольных котельных, решены. Все благодаря котельной на биотопливе, запущенной в работу в 2015 году. Если два года назад еще вот те зимы, практически мы начинали рабочий день все, и глава района, и у нас работы в котельной. Потому что то котел рвался, то лопался, то трубки какие-то текли постоянно. Ну вот холодомор, это уже холмогорское такое название получилось. То две зимы мы, собственно говоря, уже забыли, что у нас существует котельная. Правда, вот это такая... Ну настолько это здорово, что у нас эту котельную сделали. Но вот инвестор про котельную не забыл. В проект вложено порядка 120 миллионов рублей, а процесс возврата инвестиций замедлился. Агентство по тарифам и ценам не включило в тариф ту самую инвестсоставляющую. Речь идет о процентах по кредиту. Ситуация решается. В региональном правительстве выработан план действий. В частности, предложено провести независимую оценку стоимости котельной. И на основании полученных данных предусмотреть в тарифе средства амортизации на возврат вложений. Теплоснабжающая организация нам заявила, что она не собирается выводить котельную из эксплуатации. Поэтому для нас как бы... Ну, нас это подогревает, да. Но у нас сейчас проблема с эксплуатацией тепловых сетей. В прошлом году все тот же инвестор содержал и ремонтировал сети. Из областного и местного бюджетов на эти цели было выделено 32 миллиона рублей. В результате проложили новый трубопровод большего диаметра от котельной. Заменили тепловые камеры. Это усилило эффект. Зависит все от того, какой дом. Это очень много значит. Я живу в новом доме, но дом сам по себе холодный. На то, что как топят, жаловаться, мне кажется, не стоит. Сегодня инвестор на перепутье. Есть вероятность, что он откажется от содержания теплосетей в новом отопительном сезоне. На этот случай местные власти подготовили запасной вариант – смену арендатора. Мы готовим письма, предложения потенциальным партнерам об эксплуатации тепловых сетей и параллельно готовим консессионное соглашение. Установление тарифа для нового арендатора не потребует много времени и пройдет по упрощенной схеме. Впрочем, в администрации «Холмогор» уверены, что запасной вариант так и останется запасным и будет принято решение, устраивающее нынешнюю теплоснабжающую организацию. Инвестор начнет окупать свои вложения, а холмогорцы навсегда забудут, что такое холодная зима. Артемий Заварзин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение, Холмогорский район. Пока на этом все. Полная информационная картина дня по традиции в 19.20 на телеканале ТВ-центр в программе «Автогрупня». Субтитры создавал DimaTorzok